Богатыри времен Киевской Руси, отважные сражения, новые друзья и множество других приключений. Все это ждет главного героя украинского фэнтези фильма «Сторожевая застава». Школьник Витя открывает мистический портал и перемещается во времени на тысячу лет назад. В Украине на большие экраны лента выходит 12 октября, как создавали уникальный фильм. И что из этого вышло, знает наша Тамара Каноненко. Одними из локаций для съемок фильма стали Карпаты и скалы Довбуша. А вот на Киевской киностудии была построена декорация самой «Сторожевой заставы». Создатели фильма рассказали, над ней пришлось потрудиться. Нам очень важно было, чтобы застава, сама декорация имела натуральный вид, поэтому мы ее построили осенью. Она постояла зимой и весной мы начали съемочный процесс. А исполнитель роли богатыря Ильи Муромца Олег Волощенко вспоминает, как вот этот полупустой павильон выглядел во время съемок. Это было завезено только для одного эпизода «Лагерь половцев». Понимаете, что мы для врагов делали? Сто тонн земли, кони, люди, жарили мясо. Тут вообще была такая ночь. Какой фэнтези без компьютерной графики. Поэтому и бюджет картины для украинского рынка внушительный. Полтора миллиона долларов. Такие деньги без государственной поддержки невозможно собрать. Поэтому мы поддерживаем такое кино. Это фактически первая украинская фэнтези. Это наш вызов хоббиту. Конечно, у нас намного скромнее возможности, но за эту попытку не стыдно. Этим фильмом можно гордиться. Режиссер ленты говорит, картина получилась качественной, современной и интересной благодаря сплоченной работе всей команды. У меня была очень крутая команда. Съемочная группа вообще ураган. Люди работали по 24 часа на самом деле. Это не образная фраза, а реальность. Они делали все, что нужно. На полную выкладывались и актеры, а особенно исполнители главных ролей. 16-летний Даниил Каменский и 15-летняя Ева Кашевая. Это их дебют в большом кино. Поэтому готовились ребята очень усердно. У нас была подготовка с актерской мастерности. У нас была подготовка по актерскому мастерству, также по верховой езде. Вживались каждый по-своему, потому что у нас разные персонажи. Один из нашего времени, другой из прошлого. Еве было сложнее, ей нужно было изучить все эти традиции и словесность. Я не скажу, что это было очень сложно. Я не скажу, что это было очень сложно. Режиссер объяснял, рассказывал. Нам были поставлены задачи придумать персонажа. Что он любит, какие у него привычки, поведение, характер. Фильм «Староживая застава» – это фантастическая история, полная захватывающих приключений и ярких эмоций. Для украинцев мистический портал в Средневековье откроется 12 октября. Также украинскую ленту видят в Испании, Италии, Японии и других странах.